Состоялась в ней очередная 23-я сессия Лиманского районного совета 7-го созыва. Как это часто бывает, она прошла быстро, решения принимались без особых дискуссий, потому что многое обговорили на заседании постоянной депутатской комиссии, которая состоялась часом ранее. Ольга Задорожная, руководитель финансового управления Лиманской РГА, на комиссии подробно рассказала, какие изменения и дополнения следует внести в бюджет района на 2018 год. Депутаты активно задавали вопросы и уточняли интересующие их пункты в проекте решения. Наибольший ажиотаж вызвали земельные вопросы. Не возникло у районных депутатов возражений по поводу границ ПГТ Новые Беляры. Также спокойно они вынесли на сессию проекты решений оценки двух участков новобелярской земли и передаче их на 49 лет компании Грейн Агроинвест. А вот по вопросу, касающемуся отвода новобелярской земли для компании Дельта Вилмар, пришлось депутатам на комиссии изрядно пошуметь. Часть народных избранников предлагала заблокировать решение до тех пор, пока Дельта Вилмар не уберет с дороги общего пользования большегрузные автомобили, которые везут сырье на это предприятие. Любые переговоры с компанией Дельта Вилмар по поводу 2014 года еще о том, что пожалуйста обустройте себе площадку. Многие депутаты присутствовали при этих сессиях. Геннадий Александрович, мы новобеляры, визирки собирали все. Практически все компании в портопромышленной зоне, это ТИС, это Бариваш, это Олсис, это Ресоил, все компании себе обустроили, сделали. Одна компания Дельта Вилмар. У нас нет машин. Сразу после заседания сессии мы отправились к предприятию Дельта Вилмар и увидели напротив него два десятка большегрузных автомобилей, расставленных вдоль обочины дороги общего пользования. Даже с первого взгляда видно, машины мешают передвижению транспорта. Однако на самой площадке для отстоя фур напротив Дельта Вилмар машин не было. Глядя на обочину дороги, ведущей к предприятию, тоже понятно, парковались здесь нелегковые машины. Несколько дней назад мы зафиксировали на этом участке дороги перевернутую цистерну, говорят, с бензином. Разбитая обочина просто не выдержала вес бензовоза. Чудом удалось избежать трагедии. Депутаты на комиссии утверждали, что машины идут на Дельта Вилмар с перегрузом и нет отдельной полосы для заезда автотранспорта на предприятие. Мы сейчас работаем в этом направлении. Основное, это должна работать там полиция, которая должна просто не допускать, чтобы этот транспорт был там, на обочине. И это лист, который мы сегодня получили. Мы с вами разговаривали, почему я говорю, что у меня вчера была разговаривала с облакодором, была разговаривала с Дорссервисом. И это я от них узнал, что в первую очередь уйдут уже реальные перемоги и Дорссервису робит документацию на отновление обочины и на проектирование окремой полосы стоянки. Через подписание договора, совместно, может, с депутатами, с какой-то рабочей группой, не подписать договор, пока они не уберут эти машины с трассы. Также депутаты отметили, что предприятие Дельта Вилмар не всегда идет на сотрудничество с громадой новых биляр, в частности, по вопросам экологии. Напомним, что в начале года группа новобилярцев инициировала разбор полетов по поводу того, какие предприятия в портопромышленной зоне создают им экологические проблемы. Я разносил в понедельник вот запросы, ко мне обратились жители на новый биляр с вопросами экологии. Почему-то все предприятия в портопромышленной зоне прекрасно их приняли, тот же самый ТИС, тот Бариваш, пришел в Улсит, Дельта Вилмар этот запрос просто отказался принимать. Напомним, недавно группа компании Дельта Вилмар, входящая в глобальную агропромышленную группу Вилмар Интернешнл, и компания Грейн Агроинвест заявили о том, что намерены инвестировать 300 миллионов долларов в строительство двух маслоэкстракционных заводов в Лиманском районе, что обеспечит около 500 рабочих мест. Так что проект решения о землеотводе и вынесли на сессию и приняли, но с оговоркой о том, что вопрос по дороге надо урегулировать обязательно.